МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В регионе налажена поставка средств личной гигиены для людей с ограничениями по здоровью. Эту помощь получат жители из всех районов области. Если и у вас по медицинским показателям есть в этом необходимость, можно оставить заявку по номеру 1300. Все подробности через несколько минут на телеканале ОТВ. Добровольцы проекта «Забота, защита, уважение» помогают жителям области в решении любых вопросов. Рассказывают о действующих мерах поддержки, учат пользоваться цифровыми сервисами, а также получают просьбы и наказы. Очередная акция от отзывчивых острейтян сегодня в нашем выпуске. Современный Дом культуры в селе Сокол строится пережением. Об этом губернатору Валерию Лимаренко сообщили во время рабочей поездки в Долинский район. Помимо этого, глава Сахалинской области проинспектировал совхоз Соколовский. Предприятие получило региональные меры поддержки, обновило линейку продукции. Все подробности далее расскажет Владимир Ильин. Совхоз Соколовский – одно из старейших предприятий Долинского района. В прошлом году отметила свое 55-летие. За долгое время менялись руководители, учредители и даже названия. Неизменным остается качество продукции. Сегодня держать марку помогает регион. Благодаря финансовой поддержке здесь появилось современное оборудование. Благодаря ему обновили дизайн упаковки и расширили ассортимент. Новый напиток из сыворотки, который сегодня... Интересно. Да, и вот желе, которое сегодня идет, он продукт сыворотки. Единственное, конечно... А для чего это? Почему на сыворотке вы делаете апельсин? Потому что сыворотка – очень полезный продукт, и он хорошо пьется. Его любят дети, взрослые. И само по себе оно полезно для организма. Сегодня на предприятии трудятся около 200 человек. Здесь выпускают более 20 наименований продукции. Далее глава региона осмотрел будущий сельский дом культуры. Его планируют сдать до конца ноября. В нем расположится зрительный зал на 119 мест, классы для пения, хореографии, комнаты для досуга. На улице разместят аллею, автопарковку и площадку для массовых мероприятий. Следующий пункт поездки – мобильный штаб управления беспилотными аппаратами. С помощью воздушных дронов спасатели мониторят состояние водоемов в районе, чтобы оперативно принять меры в случае подтопления. Также губернатор проинспектировал новый многоквартирный дом на улице Хабаровской, 15А. Это уже третья новостройка современного комплекса. Жилье предназначено для переселенцев из аварийного фонда. Квадратные метры сдадут под ключ уже через месяц. Глава региона поручил уделить особое внимание благоустройству района. Надо делать набережную вот здесь, по-любому. Там габионы или что по берегу укрепления, но благоустройство должно быть, и люди должны гулять. В завершении поездки Валерий Лемаренко обсудил с главой Долинского района Александром Тугаревым вопросы, которые волнуют жителей. Среди них и состояние дорог. Губернатор поручил устранить недочеты до начала летнего сезона. Владимир Ильин, телекомпания ОТВ. В Южно-Сахалинске Георгий Карлов провел личный прием жителей. На встрече парламентарий обсудил текущие проблемы, связанные с коммунальными услугами, и рассмотрел претензии в адрес управляющих компаний. В этом году в Госдуме России готовят более 20 поправок в законодательстве, чтобы улучшить качество услуг в сфере ЖКХ. Мы, как депутаты Государственной Думы, постоянно прислушаемся к нашим людям, которые обращаются в несовершенстве законодательства. В части его как раз поправки, с тем, чтобы он был жестче по отношению к тем поставщикам ресурсов, энергии, благоустройства и прочим управляющим компаниям, для того, чтобы их, так скажем, систематизировать, их работу, в кратчайшие сроки удовлетворять все потребности наших жителей. Часть обращений удалось решить прямо на месте. Остальные взяли в работу представители администрации Южно-Сахалинска. Среди основных жалоб горожан – отсутствие косметического ремонта в подъездах, некачественная уборка придомовых территорий и отсутствие благоустройства во дворах. На Сахалин поступила крупная партия средств личной гигиены для людей с ограничениями по здоровью. Запаса хватит на весь 2024 год. Средства в необходимом объеме выделены из островного бюджета. Поставки подгузников наладили по поручению губернатора Валерия Лимаренко. Расходники будут переданы юным и взрослым гражданам, кто прикован к постели и имеет инвалидность. Помощь ждут 1700 человек. Потребность будет закрыта полностью. Мы будем развозить и помогать нашему поставщику фармации через социальных работников осуществлять доставку во все, даже самые дальние уголки Сахалинской области. Их реабилитация начинается именно вот с этого. У здорового человека это может вызвать улыбку. У человека, которому это нужно, это просто какое-то счастье. Поэтому я была свидетелем того, как работало правительство. Если у жителей региона по медицинским показателям есть необходимость в данных средствах гигиены, облегчающих уход за лежачими больными, оставить заявку можно по номеру 1300. В историческом парке «Россия. Моя история» прошла акция, приуроченная к Национальному дню донора. На возможность помочь людям, нуждающимся в крови и ее компонентах, охотно отзываются жители островной столицы. Лично я занимаюсь сдачей крови с студенческих времен. Уже больше 30 кровосдач и сдач плазмы. По разным оценкам, там с коллегами спорим, от 12 до 16 раз мне еще нужно сдать, чтобы получить почетного донора. Сдаю кровь не первый раз, я уже кровь сдавала. И этот опыт мне запомнился, потому что нам перед сдачей говорили, насколько это важно. И говорили, кому кровь передается детям, которые не могут получить, и которым очень она нужна. И в дальнейшем я буду сдавать кровь, потому что считаю, что это нужно, когда есть у тебя возможность, а у кого нет возможности получить ее. Как отмечают специалисты, чтобы обеспечить достаточное количество крови для медицинских нужд, в стране должно быть не менее 40 доноров на тысячу жителей. Для достижения таких показателей важно проводить подобные акции. В областном центре в рамках проекта «Забота, защита, уважение», который инициировал глава региона Валерий Лимаренко, волонтеры вручили продуктовые наборы нуждающимся – пенсионерам, маломобильным гражданам и малоимущим. Акция проходит совместно с Министерством социальной защиты. Сегодня мы проходим порядка 10 адресов, получаем самую главную награду – это улыбки людей. Хочется отметить, что проект «Забота, защита, уважение» у нас работает не первый год в Сахаринской области, вокруг него объединились большое количество волонтеров. Кто-то помогает муниципалитетам справляться с циклонами, кто-то разносит продуктовые наборы, кто-то лекарственные препараты. Наши волонтеры работают по газификации. Помощь жителям, особенно нуждающим, стоит во главе угла. Мы регулярно проводим и благотворительные акции, и общаемся с жителями по придомовым территориям, обсуждаем капитальный ремонт. То есть здесь работа проводится у нас комплексно, и мы не остановимся, будем идти дальше. С начала года волонтеры уже посетили более 700 семей и оказали помощь тем, кто в ней нуждался. В Южно-Сахалинском центре занятости состоялась встреча с работодателями областных учреждений. Основная цель таких мероприятий, как и прежде, установить деловые контакты и заполнить кадровый дефицит в организациях. Сегодня с работодателями будем обсуждать те сервисы и услуги, которые предоставляет центр занятости. У нас есть несколько сервисов, это портфолио работодателей и онлайн-собеседование. И с учетом их бизнес-ситуации мы предлагаем услуги. Ну, ни для кого не секрет, что сейчас остро стоит вопрос дефицита кадров, и мы, конечно же, с этим тоже сталкиваемся. Сейчас в преддверии лета нам нужны дополнительные кадры на летний период, потому что мы организуем летние городские лагеря. С работодателями обсудили, какие услуги от центра занятости они могут получить и как выстраивать дальнейшее взаимодействие в сотрудничестве. Отмечу, такие встречи проходят в учреждении ежемесячно. Игра или агрессия. Жители Южно-Сахалинска жалуются на владельцев собак, которые выгуливают своих питомцев в сквере Асахикава. Претензия заключается в том, что они отпускают животных с поводка, и те начинают гоняться за людьми. В первую очередь за детьми, катающимися на самокатах и велосипедах. В проблеме разбирался Евгений Коньков. Сквер Асахикава известен в областном центре тем, что здесь гуляют и владельцы собак со своими питомцами, и родители с детьми. Какой-то откровенной вражды между теми и другими нет, но эксцессы все же случаются. Анна Астанина приходит сюда гулять с тремя детьми почти каждый вечер. Мальчики-двойняшки катаются на самокатах. Недавно за одним из них погналась собака, которую хозяин не держал на поводке. Сама Анна не уверена, что животное хотело причинить вред ребенку. Скорее всего, хотело поиграть, но точно не знает никто. Ребенок испугался, бросил самокат, побежал в слезах с криком к папе на руки. Мы подошли к хозяину, сделали ему замечание. Да, он извинился, но завтра, послезавтра он опять же вышел на улицу. Между тем, еще в прошлом году островные депутаты приняли закон о правилах выгула домашних животных. В местах общего пользования владелец должен выходить с собакой в наморднике и на коротком поводке. За исключением маленьких друзей человека ростом до 25 сантиметров в холке. В случае неисполнения предусмотрен штраф. За неисполнение запрета предусмотрены предупреждения или административный штраф в размере от 2 до 4 тысяч рублей. При повторном административном правонарушении нужно будет заплатить 5 тысяч рублей. Анна не призывает штрафовать владельца собаки, напугавшей ее сына. Просто хочет, чтобы хозяева животных соблюдали правила выгула. Не хочется прививать детям жестокость к животным. Мы объясняем, что не ходите, не надо далеко от родителей уезжать на самокатах. Будьте рядышком. То есть далеко не уезжайте, чтобы собака вот так вот не побежала. Законопослушные владельцы собак тоже считают, что животное должно выходить на улицу только на поводке. Никакого самовыгула. Те, кто считают, что этого можно не делать, таким образом вредят и прохожим, и другим любителям четвероногих друзей человека. В островном регионе активно развивается железнодорожный транспорт. Расширяются пути следования поездов в дальние уголки. О том, какие изменения происходят и ожидаются в перспективе, нам рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Максим Жоголев. Запись беседы смотрите прямо сейчас в рубрике «Гость студии». Максим Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Зимой на Сахалин прибыли новые вагоны для поезда дальнего следования Южно-Сахалинск-Ноглики. Расскажите, в чем их преимущество и планируется ли дальнейшее обновление подвижного состава? Я думаю, что стоит начать с того, что в целом у нас с РЖД есть определенная концепция по обновлению подвижного состава, который используется как в пригородном, так и в дальнем следовании. Соответственно, в прошлом году это прибыла часть вагонов для обновления парка из составности поезда дальнего следования. И на сегодняшний день у нас порядка 70% уже подвижного состава в дальнем следовании обновлено на модельный ряд 21, 22 и уже 23 и 24 года. Что изменилось в самих вагонах? Сами вагоны сегодня современные, они имеют все, скажем так, услуги дополнительные, которые используются пассажирами. То есть, начиная с того, что вагоны оснащены кондиционерами, звуковым оповещением, музыкальным сопровождением. Те туалетные и ванные комнаты, скажем так, которые используются пассажирами, они тоже обновлены и уже сделаны по современным стандартам. Они более широкие, более, скажем так, комфортные. Ну и в том числе большие изменения претерпели вагоны для обеспечения мобильности маломобильных граждан. В апреле по этому маршруту также увеличили количество вагонов, их стало 14. Это как-то решило проблему с билетами? Да, мы сегодня видим, что в целом провозная способность на этом участке увеличилась примерно на 100 посадочных мест. Из них уже сегодня востребованы порядка 55-60 мест ежедневно. Соответственно, провозная способность на участке от Южно-Сахалинска до Норги возросла примерно на 5% за истекший период после того, как мы уже поставили этот вагон. Ну и, соответственно, основой этого решения был запрос граждан, которые хотели иметь в пользе дополнительно пласткартный вагон. То есть людям не хватало непосредственно пласткартного вагона в поездах дальнего следования. Кроме этого, также развивается и пригородный железнодорожный транспорт. Ходят новые вагоны до Паранайска и Тамари. Что здесь изменилось? Ну, в целом, концепция по развитию пригородного подвижного состава, она выходит за пределы только этих двух маршрутов. Мы, если вспомнить, прошлый год формировали направление западного побережья. То есть это пригородные поезда, которые возят людей как на туристические объекты в виде там чертового моста, ну и, соответственно, пляжные маршруты, которые вывозили людей на морское побережье. Также у нас очень большая работа проделана по направлению Паранайска и Тамари. В Паранайска и Тамари сегодня очень востребованы два маршрута у жителей, скажем так, этих муниципальных образований. И мы уже видели, что той составности, которая у нас курсировала, ее было недостаточно. К примеру, рельсовые автобусы, которые курсировали на этих направлениях, сидячих мест вмещали порядка 132 пассажиров. И поэтому было принято решение для того, чтобы нарастить составность, использовать поезда с локомотивным сопровождением. Соответственно, это вагоны локомотивной тяги, когда мы можем увеличивать количество посадочных мест путем присоединения дополнительных вагонов. И сегодня данное, скажем так, мероприятие было реализовано. Мы привезли на Сахалин дополнительно 8 вагонов, поделили их на два маршрута. И максимальное количество вместимости по этим направлениям сегодня уже составляет более 250 посадочных мест. Но это мы говорим только про пассажиров, тех, которые могут с комфортом перемещаться с дальних станций. Помимо этого, эти поезда проходят через Долинск, Сокол, Взморя, ну то есть ближайшие к Южно-Сахалинску остановочные пункты. И люди могут, скажем так, при необходимости перемещаться не только сидя, но еще и стоя. То есть суммарно мы, получается, как минимум вдвое, а то и втрое увеличили вместимость этих направлений. Поговорим о новых маршрутах. Какие новые ветки будут открыты? В первую очередь в нашем проекте реализуются мероприятия, направленные на увеличение интенсивности движения поездов в границах Южно-Сахалинска и Южно-Сахалинска агломерации. Первый этап – это наращивание интенсивности движения в границах Южно-Сахалинска города. Соответственно, это Алые Розы – Южно-Сахалинск, Южно-Сахалинск – Новоаленсандровка и Южно-Сахалинск – Харистофоровка. Мы здесь стремимся к максимальной интенсивности, ну и планируем попасть в планку до 40 минут, чтобы в каждое направление из выбранных пассажиров можно было бы ехать ритмично. А известно, в какие сроки откроется новая ветка? Ну, для того, чтобы открыть новые маршруты и изменить интенсивность движения поездов, нам необходимо реализовать ряд инженерных инфраструктурных преобразований. Ну, если по-простому, да, это обустроить два пункта, где поезда будут скрещаться на участке от Христофоровки до Южно-Сахалинской и от Южно-Сахалинской до Новолесандровки. Соответственно, все мероприятия, которые запланировано реализовать, они будут реализованы до осени. А какие еще изменения ожидает железнодорожный транспорт на Сахалине? Ну, если говорить про изменения, то, безусловно, мы сейчас занимаемся, ну, если по этапам обновления подвижного состава в дальнем следовании, и планируем все это завершить развитием пригородного движения в границах Южно-Сахалинской агломерации, и будем выходить дальше, ну, то есть поэтапно за границей Южно-Сахалинской агломерации с наращиванием движения, да, и с увеличением частоты курсирования поездов. Максим Алексеевич, я благодарю вас за беседу. Всего доброго и до свидания. Спасибо, до свидания. Это еще не все новости. Смотрите далее в выпуске. На Сахалине продолжаются технологические сборы. На этот раз выясняли о возможности использования беспилотных летательных аппаратов в жилищно-коммунальном хозяйстве. Как современные дроны могут помочь отрасли, расскажут мои коллеги через несколько минут. На рассвете так называется картина, которую передали Центру содействия семейного устройства. Звездное полотно подарили в рамках выставки благотворителей в музее книги Чехова. Подробнее об этом расскажу я, Эльвира Хан. Причина более чем 90% лесных пожаров – человек. Убедись, что этот человек не ты. Слана Петровна, добрый день. Служба безопасности вашего банка. Еще мгновение доступ к деньгам был бы у мошенников. Сактировали подозрительную транзакцию по вашему счету. Но Светлана Петровна включила разведчика. Счет шел на секунды. Срочно продиктуйте номер вашей карты, чтобы могли привезти деньги на безопасный счет. Звякнув банк сама. И положила трубку. Кем только не представляются мошенники, чтобы вытянуть из вас деньги. Кладите трубку. Без разговоров. Мониторить состояние крыши фасадов зданий теперь можно с помощью современных технологий. В областном центре в IT-парке прошла встреча работников ЖКХ, где чиновникам показали возможности использования дронов в отрасли. Встреча организована в рамках специализированного форума. Наша цель и задача основная – это популяризировать применение беспилотников и рассказать, что это несложно, это эффективно. Показать, насколько сокращаются трудозатраты при производстве работ, которые сейчас выполняются обычным способом. И показать варианты, как это можно реализовать в рамках существующих бюджетов. Ранее обсуждалось использование дронов в лесном хозяйстве, в области архитектуры и градостроительства, в секторе землепользования. В планах – организация площадки для работников сельского хозяйства, а также безопасности и защиты объектов. В областном центре продолжается голосование за общественные территории, которые преобразятся в 2025 году. Благоустройство проведут в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» – нацпроекта «Жилье и городская среда». Так, в селе Дальнее более 1400 человек уже сделали свой выбор в пользу пустыря, который расположен юго-западнее пересечения улиц Ударная и Новая. На этом месте планируется установить детскую площадку, спортивный корт, скамейки и провести озеленение территории. В настоящее время вот эта брошенная территория, неухоженная, можно за счет активности жителей голосования на формирование комфортной городской среды обустроить эту территорию. Общественное пространство, где можно комфортно пройтись, подышать свежим воздухом, побыть семьей и поиграть детям. Наше будущее в наших руках. Это здорово, поэтому призываю всех поддержать наш проект. Отмечу, за преображение объектов своих голоса дали уже более 13 тысяч горожан. Ознакомиться с информацией по каждому проекту можно на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска. Увидеть истории о подвигах, боевом пути и работе в тылу своих земляков, внесших клад в достижение Великой Победы, смогут все жители Сахалинской области с 6 по 9 мая в эфире телеканалов ОТВ Сахалин и ОТР. Акция «Бессмертный полк. Наши герои» проводится ежегодно медиахолдингом Кубернские ведомости в преддверии Дня Победы. Я не первый раз принимаю участие в этой акции, дабы почтить память погибших солдат при защите нашего Отечества, ведь я считаю, что это очень важно для современного поколения сохранить память о защитниках. Я буду рассказывать про своего прадеда, он на 2-м Украинском фронте освобождал Австрию, Венгрию и Чехословакию. Чтобы принять участие в акции «Бессмертный полк. Наши герои» необходимо подать заявку до 26 апреля по номеру телефона, указанному на экране. Картину Татьяны Гурновой на рассвете, приобретенную на 2-м Сахалинском художественном аукционе, сразу же подарили детям. Теперь она будет украшать стены Центра содействия семейному устройству «Звездный», что в селе в Троицком. На торжественной церемонии передачи полотна побывала Эльвира Хан. Мыс Великан – жемчужина островного региона. Памятник природы волнует не только своей красотой, но и буйством красок и необычностью форм. Запечатлеть на полотне уникальное место оказалось под силу Татьяне Гурновой. Благодаря мастерству художницы, ее морской пейзаж купили на аукционе. Новый владелец объекта искусства решил подарить его Центру содействия семейному устройству «Звездный». Потому что мы с ними имеем давние, теплые, дружеские отношения. И у нас даже не минутно, мы сразу решили передать эту картину детский дом. То есть мы даже не думали об этом. Идея родилась сразу, моментально. Для воспитанников Центра «Звездный» провели экскурсию по действующим выставкам музея. А теперь любоваться искусством живописи они могут и у себя в Центре. Она будет украшать наш Центр, потому что она яркая, состоит как мозаика. Ощущение, что ее штрихи – это цветные стеклушки, мозаика. Но в то же время на тему нашу родную Сахалинскую. Поэтому очень красивая картина. Она будет нас всех радовать и вдохновлять. Картину вручили в рамках выставки благотворителей в музей книги Чехова. Проект организован при поддержке Министерства культуры и архивного дела Сахалинской области. Я считаю, что наша выставка подталкивает на добрые дела. И такие добрые дела нужно освещать и показывать. Для того, чтобы эти мероприятия, эти события стали примером для других. Картина была куплена на втором Сахалинском художественном аукционе, где были представлены 10 работ местных мастеров. Следующий планируется провести осенью этого года. Я счастлива, что он у нас получился. Мы в правильном направлении идем. И финалом, на мой взгляд, самым правильным, самым нужным сегодняшнее мероприятие, когда приобрели картину и передали ребятам. Завершением торжественного события стало вручение сладких подарков воспитанникам Центра «Звездный», а также мастер-класс по росписи деревянных ложек. Эльвира Хан, Александр Шкотов, Алексей Исаев, телекомпания ОТВ. Как не стать жертвой аферистов и кто такие дроперы? Самая старая лошадь в России живет на Сахалине. О ней мы уже рассказывали в нашем эфире. О напечатных страницах читатели узнают секрет долголетия животного. И как выгодно уйти на больничный. Ответы на эти и другие вопросы можно найти в новом выпуске газеты «Губернские ведомости». В свежем номере газеты «Губернские ведомости» мы сделали наглядную инфографику, которая называется «Все о больничном по уходу за ребенком». Прочитав ее, вы сможете сами рассчитать, сколько вам будет стоить один день такого больничного. И принять решение самой маме ходить каждый раз с ребенком на больничный или, может быть, чередовать с папой, с бабушкой. В рубрике «Здоровье плюс» в статье «Тревожные симптомы» авторы называют признаки сахарного диабета. А под заголовком «Этим словом пугают детей» читатели узнают, чем похож каторжный Сахалин на Австралию. Свежий номер газеты уже в продаже. Юношеская команда школы номер 6 Южно-Сахалинска продолжает череду побед в Саратове. Там проходит суперфинал российского чемпионата по баскетболу «Кэсбаскет». Островитяне благодаря отличному командному взаимодействию уже пробили себе дорожку к медалям. Эти и другие значимые новости сахалинского спорта подготовил наш корреспондент Игорь Антипов. Баскетболисты из 6-й школы Южно-Сахалинска, ведомые тренером Евгением Трахачевым, уверенно о себе заявляют на российском суперфинале школьной баскетбольной лиги «Кэсбаскет» в Саратове. На групповом этапе парни выигрывают в четырех матчах и выходят с первого места в серию плей-офф. Накануне со счетом 65-50 ребята обошли сверстников из города Чайковский Пермского края. Самым результативным игроком встречи стал Дарий Абайбуров. 16 очков. Также посильную лепту в успех команды внесли Семен Лавриков, Данил Цекура, Ярослав Делявский, Илья Девятов, Алексей Сафонов и Даниил Бабенко. Уже в четверг островитяне сотряснут корзину кемеровчан. Работник областной школы летних видов спорта имени Эрика Камнацкого Екатерина Воротыляк завоевала бронзу в Санкт-Петербурге. Там состоялся Кубок России по полумарафону. На дистанции 10 километров среди женщин своей группы островная легкоатлетка финишировала третий спустя 38 минут 44 секунды. В абсолютной категории почти среди 500 соперниц Катюша была шестой. В этом же городе отличились и спортсмены из Парнайска. Подопечные тренера Евгения Борозны добыли две медали на первенстве и чемпионате России по масс-рестлингу. В перетягивании палки участвовали свыше 200 атлетов из 28 регионов страны. Так, в категории 65 килограммов бронза у Игоря Кислицына. Здесь же он выполнил норматив мастера спорта. В весе 80 кило серебро завоевал Богдан Храпов. Он попал в основной состав сборной России и получил путевку на первенство Европы в Грузию. Отличились земляки и в Новосибирске на международных и всероссийских соревнованиях по карате Кубок Успеха. Они собрали свыше 2000 бойцов. В командном зачете международного ранга у Сахалина второе место. Отличились Лиен Бок, Константин Какавуров и Евгений Сон из региональной школы восточных единоборств. На турнире российского масштаба у нас 7 золотых, 2 серебряные и 9 бронзовых наград. Игорь Интипов, телекомпания ОТВ. Напоминаю, что эти и другие новости вы можете посмотреть на YouTube-канале ОТВ Сахалин, а также на сайте информационного агентства сах.онлайн и в социальных сетях. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи. Вы стали родителем. Тогда вы должны помнить, что ребенок – это зона вашей персональной ответственности. Организация его безопасного отдыха и развития. Дома, на улице, на природе. Его безопасность в транспорте, на воде, в местах общественного пользования и публичных местах. Дорогие родители, организация безопасной среды обитания вашего малыша и присмотр за ребенком – ваша первейшая забота. Единый номер вызова экстренных служб – 112. Все вопросы жилищно-коммунального хозяйства в одном приложении «Госуслуги дом». Теперь вы сможете просматривать и оплачивать счета, передавать показания и следить за историей расходов, направлять заявки в управляющую организацию и получать ответ. Участвовать в общедомовых собраниях, контролировать график работ капитального ремонта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова